Мы знали, что они будут играть от обороны, компактно, в принципе, что и было. У нас вроде бы неплохо все получалось, но я же говорю, две контратаки, какие-то два удара. Один первый вообще как-то непонятно залетел, второй, я же говорю, какая-то контратака. Вот, а так у нас было при счете 0-1 куча моментов и штанги, и вратарь повыручал столько раз. И ЮНЕС там, я считаю, скорее всего, было пенальти, мне не судить, конечно, но то, что я был близко к эпизоду, видел этот момент так. Ну и мяч потом после его касания прокатился между нами с Андреем Ермоленко, какое-то невезение. Ну, ничего, проиграли, конечно, очень обидно, я извиняюсь перед болельщиками, неприятно, но будем стараться в следующей игре в Киеве их обыграть. Во втором тайме все ожидали усиления игры Киевского Динамо касательно создания голевых моментов, но их как бы вообще не было. Ну, поначалу мы начали создавать моменты, в принципе, ну, я же говорю, сложно атаковать, когда 10 человек стало возле своей штрафной площадки, какие-то моменты старались создавать, но не получилось. Те игроки, которые вышли на замену, они вписались в игровой рисунок? Я думаю, что вписались, просто, еще раз повторюсь, сложно было найти какие-то зоны, какие-то те моменты, которые создавали, не реализовали, не смогли собить. Да, дню рождения не хотелось, не хочется даже говорить, какой день рождения, команда проиграла, настроение нет. Едем домой, будем делать работу над ошибками и готовиться к следующим играм. Наверное, не выполняли мы ничего, то, что нас просили, и после пропущенного мяча как-то все опустили голову, расстроились, хотя еще было выиграть минут 70, можно бы исправить и выиграть эту игру было, но все что-то опустили голову и подумали, что игра окончена, еще получили два. Стыдно, если честно, даже за такую игру. Ну, не знаю, такие игры иногда случаются, иногда нужно, чтобы нас с небес опускали на землю, потому что, конечно, выигрывать всегда приятно, всегда ходишь с улыбкой, но бывают такие игры, когда ты проигрываешь, и нужно поднимать голову и работать дальше, чтобы в будущем таких ошибок не повторять. Самый грустный твой день рождения? Приходилось еще когда-то? Ну, честно, на свой день рождения никогда не проигрывал, поэтому... Ну, что, в 26 мы, может, выиграем у кого-то. Андрей, вот после перерыва, когда нужно было создавать больше голевых моментов, после замены эти голевые моменты вообще исчезли. Это связано с тем, что ребята, которые вышли на замену, ну, не совсем вписались в рисунок игры? Да нет, я бы не сказал, что... Не хочу искать, да, виновных там, ребята, которые вышли на замену, или там, защита, или нападение. Я думаю, что Ольбург грамотно оборонялся, хорошо оборонялись, и при нашей потере, когда мы теряли мяч, очень быстро выбегали в атаку, 4-5 человек, и мы почему-то очень часто в простых ситуациях теряли мяч, такое нельзя делать. Прям сейчас выйти и сыграть еще 90 минут, я уверен, что такого результата не случится. Ну, надеюсь, что в Киеве при своих болельщиках, которые простят нас за такое поражение, придут, поддержат нас, и мы возьмем мяч.